Представьте себе некоторое множество, подножество натурального ряда. Мы рассматриваем по нему такое новое множество. Это множество таких чисел, что P простое, и при этом существует такой элемент, что A делится на P. Задача. Если известно, что множество A разрешимо, верно ли, что в таком случае множество B перечислимо? Верно ли, что в таком случае множество B разрешимо? Повторяю вопрос. Пусть есть некоторое разрешимое подножество натурального ряда. По нему построим множество всех простых делителей, которые вообще, что вы знаете, в нем бывают. Обязательно ли это множество является перечислимым? Как вы считаете? Обязательно. Почему? У нас есть программа для перечисления всех элементов A. Да. Мы ждем, пока она скажет какой-нибудь следующий элемент. Разлагаем его на простые множители и все их выписываем. Абсолютно верно. Ребята, даже если не обязательно A разрешимо, даже если мы просто знаем, что A перечислимо, просто мы можем его элементы перечислять, каждый раз разлагать на множители и эти простые множители выписывают. Все, B обязательно перечислимым. А вот теперь действительно интересный вопрос. А обязательно ли множество B будет разрешимо? То есть оно перечислимое, но обязано ли оно быть разрешимым? Разумеется, чтобы ответить на этот вопрос, первое, что нужно сделать, это, извините, нужно вообще выяснить, а бывают ли, а бывают ли в принципе неразрешимые перечислимые множества? То есть в этой науке это является, что называется, абсолютным таким вот начальным пунктом, да? Если вы это не знаете, то вы там ничего не знаете. Значит, это абсолютно фундаментальный факт. И давайте мы его запишем. Теория существует неразрешимое, но при этом перечислимое множество. Разумеется, чтобы доказать эту теорему, разумно воспользоваться тем, что называется диагональный метод контакта. В чем он состоит? Ребята, все в принципе существующие вычисленные функции можно мысленно нумеровать. Вот представьте себе, что все программы, какие есть на свете, все-все-все-все мы выпишем, расположим их по длине, то есть сначала выпишем все программы длины, одна буква, потом все программы длины, две буквы, потом все программы длины, три и так далее, и так далее, и так далее. Упорядочим по длине. А внутри, когда у нас программа одной и той же длины, упорядочим по алфавиту, как в словаре делают эксцентрографический порядок. И тогда получится, что все-все-все функции у нас будут с некоторой нумерацией. Она называется Гёделева нумерация. Дело в том, что вообще одним из важнейших людей во всей этой науке является Гёдель. Он много всего доказал и разумно в честь него его называть. Ну или там, если угодно, называть её главной нумерацией. Вот. Такая самая понятная естественная нумерация. Но есть естественно натуральные числа. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. А дальше, собственно, как-то случится метод Кантера. Диагональный метод Кантера состоит в том, что мы должны посмотреть на диагональ. То есть рассмотреть f3 от 3, f4 от 4 и так далее, и так далее. Вообще fn от n. И зафиксировать очень простую вещь. fn от n это вычислимая функция. fn от n это, конечно же, вычислимая функция. Как любая вычислимая функция. Она может быть где-то определена, может быть где-то неопределена. Так вот, давайте сейчас посмотрим на такое множество. Множество тех чисел n, для которых fn от n определена. Область определения. Область определения вот этой функции. fn от n. Как в любой вычислимой функции, это множество, давайте его m подозначим, это множество перечислимо. Значит, m перечислимо. Просто потому, что это область определения вычислимой функции. А вот представьте себе, что оно будет разрешимо. Если m разрешимо, то я могу написать новую функцию, которая в таком случае будет тоже вычислимой, но которая будет обладать потрясающим свойством. Она будет давать противоречия. Смотрите, функция устроена так. Это fn от 1 плюс 1, если fn от n существует. И это единица, ну или 17, если угодно, неважно, если fn от n не существует. Ребята, смотрите, в чем идея. Если бы у меня множество m было неразрешимо, то вот эта фраза была бы очень странной. Потому что, собственно, как я могу узнать, существует или нет. Но если множество разрешимо, то у меня есть алгоритм, который запускается, и через какое-то время говорит, fn от n существует или не существует. И вот если это самое m разрешимо, то такая штука является вычислимой функцией. Почему это сразу противоречие? Ты тут повторяю. Откуда противоречие? У нас были выписаны все программы. Значит, если у меня есть вычислимая функция, значит, она одна из наших f. Что такое? Есть g, это какая-то там fkd. Для любого числа n, g от n, это fkd от n. Для любого, значит, и для k тоже. То есть, g от k, это fkd от k. А теперь сообразите. Может ли g от k равняться fk от k? Да не может, потому что если fk и от k существует, то у нас здесь пробула не fk, а fk и от k плюс 1, значит, не равно. А если fk и от k не существует, то g от k существует, потому что когда не существует, то ответ для g это единица. Вот абсолютно классические рассуждения, называется диагональное рассуждение Кантера, приводит нас к тому, что существует неразрешимое перечислимое множество. Господа, очень такая важная для понимания этого вопроса теорема, называется теорема Поста. Пост – это логика РУ. Теорема звучит в следующем образе. Множество А разрешима в том и только в том случае, когда А и его дополнение перечислим. Давайте я объясню, почему это так. Представьте себе, что у меня есть разрешимое множество. Замечательно. Я запускаю алтонитм. Про нужное число, интересующее меня число выясняю. И, соответственно, если мне приходит число, то мне скажут, что оно принадлежит или не принадлежит. И автоматически получается, что понятно, проблем нет, если А разрешим. А вот представьте себе, что мы знаем, что множество А и его дополнение перечислимое. И хотим выяснить, какой-то элемент принадлежит множеству А или нет. Мы делаем это очень просто. Мы запускаем два алгоритма. Один алгоритм нам вычисляет полухарактеристическую функцию множества А. Другой вычисляет полухарактеристическую функцию дополнения. Поскольку они вместе дают ровный натуральный ряд, то один из них на любом натуральном числе закончит работу. И если он вот этот закончит работу, значит принадлежит А. Если этот закончит работу, значит не принадлежит А. Идея понятна? То есть, что такое множество, которое мы в этой теореме придумали? Перечислимо, а дополнение к нему не перечислили. Отлично. Отлично. Теперь давайте... Я уже придумал, где-то правильно, в теореме, о том, что существует неразрешимое перечислимое множество. Так? А давайте сделать так. Давайте мы простые числа переномеруем по следующему принципу. Первое простое число – это двойка, второе простое число – тройка, третье простое число – пятерка, четвертое простое число – семерка, ну и так далее. И рассмотрим для вот этого перечислимого неразрешимого множества, что в качестве натурального варианта возьмем вот это, и возьмем соответствующие простые числа. Понятно? Тогда мы получим некоторый перечислимый набор простых чисел, как однако неразрешимые. То есть у нас есть компьютер, который выдает там простые числа, и он любое из них рано или поздно выдаст из наших простых вот этих числов. Но при этом не существует алгоритма, который по простому числу узнает, появится оно или не появится в нашем наборе. Отлично. И вот теперь мы уже готовы к тому, чтобы придумать такое множество. Чтобы множество А было бы у нас, задайте внимание, разрешимо, а при этом множество его всех простых делителей было бы у нас в ходе перечислимо, но неразрешимо. Идея совершенно замечательная. Надо запустить. Слушайте, понимаете, очень многие другие такого типа задачи, которые именно так решаются. Надо запустить компьютерную программу, которая у нас дает эти самые простые числа. Ну вот это множество, которое перечислимо, но неразрешимо. Множество простых чисел. И, если мы просто запустим, да непонятно все происходит, и посмотреть, что она сделала к н-ному такту. Если к некоторому, к этому самому н-ному такту, она нам написала простое число П, замечательно. Мы тогда в наше множество это самое простое число П включаем. А если она нам не нашла к этому такту простое число, то мы тогда пишем 2 в степени номер этого такта. Понятно, да? Вот это неправильное решение. Неправильное решение потому, что наша программа, она может работать, 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 а какое-нибудь конкретное простое число, не знаю, число 3, мы так никогда и не узнаем. Собственно говоря, она напишет ли она нам когда-нибудь или нет. И в результате это множество будет, извините, не разрешено. А надо сделать так. Надо сюда еще написать умножить на 2 в степени. Я вот это уже решил. Итак, я знаю, что это тяжело. Вообще, как любую понимать, к этому надо привыкать. Не надо считать, что мы все обязаны нам с первого взгляда вспоминать и так далее. Привниги надо читать по нескольку раз. В общем, когда, я не знаю, сейчас это так или нет, думаю, что нет, потому что сейчас люди как-то все больше всякие электронные книжки любят читать. А вот когда я вступил на первый курс, то никакого интернета еще не было. И была очень простая вещь. В библиотеке ингмата выдали на каждый учебный курс, первый курс, по несколько разных учебников. Понятно, зачем? Казалось бы, у нас есть преподаватель. Понятно, что наш лектор самый лучший, правда? Понятно, что он может сказать учебник, наш лектор самый лучший, лучше не бывает и так далее. Он может сказать учебник, который он больше всего любит. Кто мешает выдать студентам вот этот учебник, который любит этот лектор? Так нет. Вообще-то, в библиотеке ингмата понимало, что один учебник хорошо, а четыре лучше. Если студент прочитает разные изложения курса, то в результате он все-таки пойдет в курс. Если прочитает одно, он наверняка что-либо перепутывает. Ребята, всегда очень полезно одно и то же, давайте с разным точки зрения. Итак, смотрите внимательно, что написано. Формула очень простая. Запускаем процесс, который перечисляет простые числа. Не все, конечно, а то самое. Неразрешимое перечислимое множество простых числ. Он у нас, как любой процесс, он у нас по времени, нам говорит. Если на N-ном такте он нам напечатал простые числа P, то мы пишем, но не просто простые числа P, а P умножить нам во все-таки N. Ну, а, соответственно, если ничего он нам не насчитал, никакое простые числа P, то пишем просто во все-таки N. Почему полученное множество будет разрешимым? Очень просто. Потому что его числа с какого-то момента будут большими. Если вас интересует, пойдет какое-нибудь число в этом множество, то после определенного количества тактов степень двойки будет уже больше. Понятно, да? И все. Значит, уже программа куда-то куда-то встала. И значит, мы про эти слова уже точно знаем. Если оно встретилось, то хорошо. Если оно не встретилось, то оно уже больше никогда не встретится. И вот вам замечательный пример. Множество A состоит из вот таких вот объектов. И, соответственно, множество B, оно будет у нас неразрешимым, перечислимым множеством.